20 минут о красивых людях, событиях, явлениях и поступках на 31-м Beauty Time. Всем здравствуйте! Продолжение следует... Данная процедура состоит из нескольких этапов. Первая подготовка, затем идет оформление бровей краской, коррекция воском, коррекция нитью, завершающий, мы уже дорабатываем пинцетом и подбираем макияж. Бренд High Definition родом из Англии. Это инноваторская технология оформления бровей и линия декоративной косметики для профессионального и домашнего использования. Продуктов High Definition очень много. Эта серия включает в себя большую коллекцию. По уходу... Наносим краску не по форме, а чуть выше, для того, чтобы прокрасить мелкие пуховые волоски, чтобы затем впоследствии создать идеальную форму. Мы можем смешивать краски и создавать какие-то новые формулы, новые оттенки. Краска прокрашивает только волоски. Пигмент на коже не остается. Теперь мы приступаем к следующему этапу. Это коррекция воском. Корректируя брови воском, можно удалить даже самые тонкие волоски. Эта процедура позволяет ходить с ухоженными бровями до месяца. Следующий этап – коррекция нитью. Нить специально покрыта антибактериальным средством. Для чего мы работаем нитью? Мы будем удалять мелкие пуховые волоски, для того, чтобы сравнять границы. Сейчас мы нанесем профессиональную антибактериальную пудру, которая снимет покраснение и успокоит кожу. Процедура закончена. Это вам подарок от Хайди Финишн. Что вы можете сказать про процедуру, по ощущениям? Безумно комфортно. Натуральные длины. Спасибо вам большое. Безусловно, учитывается форма лица. Подбираем цвет, соответственно, относительно его типа кожи. Бровями мы, соответственно, можем как вытянуть лицо, так и сделать его более округлым. Для поддержания формы бровей Хайди Финишн предлагает клиенту широкую серию декоративной косметики для домашнего ухода. Мне не требуется каких-то профессиональных навыков. Девушки вполне могут справиться самостоятельно. Танцы на пилоне Танцы на пилоне – направление современной хореографии, которое требует определенной физической подготовки. Тем не менее, и это направление существует в формате хобби-класса. Как осваивают пулл-дэнс начинающие, смотрите прямо сейчас. Пластичность и чувственность. Напряженная работа мышц, выносливость и артистизм – все это неизменные составляющие полл-дэнс или танца на пилоне. Сами исполнители называют это спортом, ведь, несмотря на видимую легкость, даже самые простые трюки требуют особой подготовки. Вы сами понимаете, что 8 лет назад относились люди скептически к танцу на пилоне, так как это более стриптизм, но потом мы начали его развивать как спорт. Сейчас существует три направления полл-дэнс – это артистик, экзотик и спорт. Соответственно, в спорте люди раскрываются физически, они трюкачат, они становятся более сильными и выносливыми. А в артистике – это такое направление более для творческих натур или для людей из других танцевальных направлений, потому что здесь немаловажно именно образ, раскрытие образа и танцевальная, хореографическая составляющая. И экзотик полл-дэнс, на котором лично я остановилась, потому что для меня это и спорт, и сила, и женственность, и красота. История танца на пилоне уходит в давнее прошлое. Истоки можно обнаружить и в спортивных упражнениях древних римлян, духовных практиках индусов, а также выступлениях средневековых уличных артистов. В наши дни официальные чемпионаты по полл-дэнс начали проводиться с 2003 года. Спортивная программа состоит из трех дисциплин – трюки на верхнем, среднем и нижнем уровнях пилона. Жюри оценивает частоту переходов между отдельными элементами и художественную составляющую – артистизм и музыкальность выступления. Также большое внимание обращает на детали – изгиб спины, прямые колени, вытянутые носки. Соревнования в России проводятся как среди городов, так же среди международных соревнований. Есть у нас такое, что мы ездим в Екатеринбург, в Москву, допустим, в Питер. То есть различные города, где вы можете приехать и представить свой город, представить себя и посерединиваться с разными девочками. И даже приезжайте с наградами, с медалями. У нас есть замечательные тренера, девочки, которые летали в Италию до этого, мы привозили оттуда метали. То есть это можно рассматривать плюсом еще как спорт. Помимо профессионалов, танцами на пилоне занимаются и любители. В школе «Дэнс Деволь» таких большинство. По мнению специалистов, начинать можно в любом возрасте, даже если вам «за». Дело вообще не в возрасте, главное – желание. Мы с девочками, например, собрались до 70 лет, как минимум, танцевать на пилоне. Это женственный вид спорта. Это очень красивый вид спорта. И благодаря именно этому виду спорта мы можем совместить и эмоции получить, и приобрести красивую фигуру, мышцы. И в великолепном направлении. Направление сложное на самом деле, потому что здесь какая-то физическая подготовка должна быть. Но чем больше ходишь, чем чаще занимаешься, тем лучше становится, и физические качества улучшаются. И поэтому с каждым разом все проще и проще заниматься. И пусть не каждый спортсмен-любитель сможет достичь высоких результатов, зато подтянутые мышцы, красивая осанка и хорошая кардионагрузка самым положительным образом скажутся на фигуре и самочувствии, не говоря уже об уверенности в себе и артистизме. Студия танца на пилоне «Дэнс де Воль». Просторная танцевальная студия с двумя залами в центре города. 10 пилонов, воздушные полотна, цирковое кольцо, взрослые и детские группы. «Дэнс де Воль». Площадь Мобра 7, второй этаж. Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекции. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», второй этаж. Салон обуви «М&Х». 10 элитных брендов из Италии в самом центре города. Улица Красная, 67, угол Красный и проспекта Ленина. Салон «М&Х». Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Возможности современной ортопедии позволяют менять изношенные суставы, исправлять деформированные стопы и даже увеличивать длину ног. Достаточно часто нас спрашивают, кто изображен на этом портрете, который у нас располагается в холле клиники. Это портрет основателя фирмы «Матис». Это Роберт Матис. То есть вы видите, что перед ним лежат компоненты эндопротеза. То есть наша клиника занимается эндопротезированием, заменой тазобедренных коленных суставов. В фотографиях представлена эволюция протезов тазобедренного сустава. Начиная с самых ранних, к более современным. И, пожалуй, самые современные представлены вот с этой стороны. Это последние модели протезов коленного и тазобедренного суставов. Чаще всего пациенты обращаются сюда по медицинским показаниям. Но эстетическая составляющая в работе хирургов все же присутствует. Пример тому – история Ирины. После перелома, который случился в детстве, с каждым годом увеличивалась деформация ноги. В конечном итоге все выглядело вот так. К тому же возникли боли в суставе. Пациентка обратилась к нам вообще с проблемами с коленным суставом, с болями в коленном суставе. И уже в процессе разговора, в процессе осмотра выяснилось, что здесь все проблемы не в коленном суставе, а в деформации конечности. Очень часто деформации конечностей, плоскостные, осевые, они приводят к развитию артрозов. То есть в связи с неправильной нагрузкой в конечности, нагрузка в суставе распределяется по-другому никак в здоровом суставе. И сустав быстрее изнашивается, чем здоровый. Сказали, что со своим суставом я еще могу пожить. Как бы он не совсем у меня уже такой плохой. Поэтому я полностью доверилась доктору и согласилась, конечно. Уменьшательство мы выполняли на двух сегментах. То есть первым этапом мы устранили деформацию в голени, и вторым этапом устранили деформацию в бедре. То есть всю операцию мы произвели малой инвазиной через маленькие разрезы, что в дальнейшем будет иметь хороший косметический эффект. И на данный момент ось конечности восстановлена у нее идеально. Идеальная линия получилась на снимках на рентгеновских. И сейчас она занимается разработкой движений в суставах и восстановлением функций конечности. После второй операции прошло практически три месяца. Чувствую себя прекрасно. Очень рада, что, конечно, я избавилась от того дефекта, с которым, можно сказать, столько лет я прожила. Ну, конечно, были и боли, восстановление проходит нормально. Сейчас уже чувствую себя хорошо. Ну, еще как бы привыкаю, но ощущения, конечно, у меня очень приятные, что я, допустим, могу свободно идти, не стесняться, не скрывать ничего. Здесь мы используем стержни, которые обычно используют при синтезе переломов длинных трубчатых костей. Обычная интермедулярная техника. Ну, отличается просто от лечения переломов тем, что здесь уже кость срощена, то есть целостность кости не нарушена. Нам надо четко вымереть границу, где мы будем делать искусственный перелом и завести стержень под определенным углом в определенные плоскости, чтобы все у нас было правильно. Здесь все это выполняется через небольшие разрезы по сантиметру, по полсантиметра через проколы кожи. Стержень заводится. После операции данная конструкция дает возможность просто избавить пациента от любой внешней мобилизации. То есть вот Ирина у нас, она со второго дня начала активно разрабатывать движения в суставах. И сейчас уже по прошествии трех месяцев после операции у нее объем движений в суставах полный. То есть сейчас она активно занимается лечебной физкультурой, чтобы восстановить просто тонус мышц. Хорошо идет, по плану там все хорошо срастается. Поэтому я очень рад и, конечно, благодарна доктору, что он меня вернул к такой жизни. Реабилитация Ирины еще продолжается, но она уже начинает уверенно ходить. Занимается плаванием, а в дальнейшем планирует кататься на велосипеде. Вы смотрите Бьюти Тайм. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Какой бы буйной ни была фантазия дизайнеров, в моде каждого сезона найдется место для классики. Качественной, понятной, иногда изысканной, но чаще всего демократичной. В осеннем сезоне очень много синего, причем этот холодный оттенок не пытается противостоять холодам. Он готов с ними мириться. Глубокий синий цвет, сдержанный, но совсем не мрачный, рекомендуется в качестве базы. Добавлять в комплект можно все, что угодно, от белого до яркого. Спорт, пожалуй, самая популярная тема современной моды. Вслед за спортшиком с его стразами и блестками, лампасы и спортивная обувь разбавляют собой консервативную классику. Пожалуй, главное требование к современной одежде, она должна быть удобной. Это учитывают дизайнеры и это ценят клиенты. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия. На основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска, на Кирово-159. Клиника «Канон». Лечение травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Эндопротезирование тазобедренного коленного суставов. Опыт работы – 35 лет. Мы возвращаем людей к движению, а значит к жизни. Телефону 8-351-217-5262. Имеются противопоказания и требуется консультация специалиста. Шесть красных «Фольксвагенов Пола», сертификаты торговых сетей и интернет-магазинов. Всего более 100 тысяч призов от компании «Макфа» достанутся счастливым участникам розыгрыша «Красная машина». Стать обладателем иномарки и других ценных призов может каждый. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно купить крупу, макароны или муку со специальным кодом. Заветную комбинацию цифр нужно искать на пачке – сбоку, снизу или сверху. Чек, подтверждающий покупку, обязательно сохранить. А код – зарегистрировать на сайте, который вы видите на экране. В день можете зарегистрировать до трех кодов. В акции участвуют как пачки с анонсом, так и без него. Главное, чтобы на пачке был код. Акция проходит с 15 июля 2018 по 15 января 2019 года. Вы смотрите Beauty Time. Красивые подробности красивых событий в формате No Comment в завершении выпуска. Красивые подробности 1995 года Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok